Жильцы могут экономить на оплате коммуналки, если им оказали услугу ненадлежащего качества или с большими перерывами. В таком случае наниматели и собственники имеют право на уменьшение размера платы вплоть до полного освобождения. Доказать факт ненадлежащего оказания услуг можно актом поставщика, свидетельскими показаниями, аудио- и видеозаписями или заключением эксперта. Вот совсем недавно у нас плену Верховного суда разъяснил, что в том случае, если собственник жилого помещения своего оплачивал стоимость коммунальных услуг управляющей компании, а за это время управляющая компания поменялась и теперь вы обязаны были оплачивать за предоставленные услуги новой компании, то обязанность разбираться в данном случае лежит на новой компании. То есть к потребителю в данном случае претензий никаких быть не может. Разъяснения пленума будут ценные также для жильцов, которые покинули свою квартиру на 5 и более дней. Ведь они вправе попросить перерасчет оплаты за коммуналку. Кроме того, важно знать, что наличие долгов не всегда должно означать приостановление тех или иных коммунальных услуг. Прежде чем что-либо отрезать или отключить, нужно письменно уведомить должника, а также проанализировать соразмерность допущенного нарушения. Если долг небольшой, приостановить услугу нельзя.